Время свободы На мирных переговорах между Россией и Украиной достигнут прогресс по ключевым пунктам, касающимся гарантии безопасности Украины. На Киевском и Черниговском направлении пока не зафиксировано обещанного Сергеем Шойгу существенного сокращения активности российских войск. Ученые и преподаватели, протестующие против войны в Украине, увольняются, чтобы не получать деньги от российского государства. Так же сегодня. Сидели в подвале, около двух недель, наверное, еда была, мы готовили на костре, потом заканчивалась вода, у нас еще в подвале остались дети месячного возраста, двойняшки. То есть там кошмар, там ад просто. Свидетельство уехавших во Львов жителей осажденного Мариуполя. Война России против Украины день 35-й, вчерашний, 34-й день дал надежду на заключение мирного договора, который позволил бы эту войну закончить. После встречи в Стамбуле российской и украинской делегаций стало понятно, что по нескольким ключевым вопросам, в том числе по гарантиям безопасности, которые должна получить Украина, стороны близки к соглашению. Идет обсуждение и условий встречи президентов России и Украины, на которые мирный договор должен быть подписан. Я думаю, что основные предложения и требования, выдвинутые украинской делегацией, вполне стоит выслушать в изложении главы делегации российской, бывшего министра культуры России Владимира Мединского. Вот что он сказал сразу после окончания очередного раунда мирных переговоров. Обратите внимание, что Мединский указывает на разногласия по этим пунктам, но не отвергает их дальнейшее обсуждение. Гарантии безопасности не распространяются на территорию Крыма и Севастополя. То есть Украина отказывается от стремления вернуть Крым-Севастополь военным путем и заявляет о том, что это возможно только путем переговоров дипломатических и так далее. Конечно, это не соответствует никак нашей позиции, но Украина сформулировала свой подход. А также не распространяется на ту часть Украины, которую она называет отдельными районами Донецкой и Луганской областей. Что такое эти отдельные районы, формулирует Украина отдельно и какова площадь этих отдельных районов. Россия формулирует так, как она это понимает. Украина отказывается от вступления в военные союзы, от размещения иностранных военных баз, контингентов, проведения военных учений на территории Украины без согласия государств-гарантов, включая Российскую Федерацию. Со своей стороны Российская Федерация не возражает против стремления Украины вступить в Европейский Союз. Говорил глава российской делегации на российско-украинских мирных переговорах бывший министр культуры России Владимир Мединский. Практически одновременно с проведением переговоров в Стамбуле важное заявление, о котором я коротко упомянул вчера, сделал министр обороны России Сергей Шойгу. Он вдруг заговорил о выполнении задач первого этапа, так называемой специальной военной операции против Украины и сосредоточении на, как он выразился, освобождении Донбасса. Что представлял собой этот первый этап операции, в ходе которого были предприняты попытки штурма Киева, бомбардировкам подвергались жилые кварталы Харькова, Николаева, Львова, а Мариуполь практически был стерт с лица земли, Шойгу не пояснил. Напомню, что российские официальные лица множество раз упоминали, что цитата операции идет в строгом соответствии с планом, хотя есть немало косвенных доказательств того, что Киев российские военные собирались взять буквально за несколько суток и даже провести там парад. Но через месяц ожесточенных боев уже начали отступать. Но давайте послушаем Сергея Шойгу. В целом основные задачи первого этапа операции выполнены. Существенно снижен боевой потенциал украинских вооруженных сил, что позволяет сосредоточить основное внимание и основные усилия на достижении главной цели – освобождения Донбасса. Говорил министр обороны России Сергей Шойгу. Его заместитель Александр Фомин, входящий в российскую делегацию на российско-украинских переговорах в Стамбуле, объяснил снижение российской военной активности под Киевом прогрессом на переговорах. Вот что Александр Фомин заявил в частности журналистам. В связи с тем, что переговоры по подготовке договора о нейтралитете и безъядерном статусе Украины, а также предоставление Украине гарантий безопасности, переходят в практическую плоскость с учетом обсужденных в ходе сегодняшней встречи принципов Министерства обороны Российской Федерации в целях повышения взаимного доверия и создания необходимых условий для дальнейшего введения переговоров. И для достижения конечной цели согласования и подписания вышеуказанного договора принято решение кардинально в разы сократить военную активность на Киевском и Черниговском направлениях. Говорил заместитель министра обороны России Александр Фомин. Несмотря на заявления о сокращении военной активности на Киевском и Черниговском направлениях, населенные пункты и Киевской, и Черниговской областей Украины за минувшие сутки не раз подвергались обстрелам. В районе города Ирпень продолжались боевые столкновения, а наблюдатели пока фиксируют отвод лишь небольшой части техники и личного состава российских войск, которые были сосредоточены севернее Киева. Замечу, что с момента объявления об отводе войск прошло пока относительно немного времени. С другой стороны, у украинского политического руководства нет иллюзий по поводу действий российской стороны. Обеспечение безопасности Украины остается первоочередной задачей, а уступки, на которые идет в последнее время Кремль, связаны прежде всего с военными успехами украинской армии, отражающей российскую агрессию. Это подчеркнул в своем очередном обращении президент Украины Владимир Зеленский. Враг до сих пор на нашей территории. Обстрелы наших городов продолжаются. Мариуполь заблокирован. Ракетные и авиационные удары не прекращаются. Это реальность. Это факты. Поэтому вооруженные силы Украины, наша разведка, все, кто присоединился к обороне государства, это сегодня единственная гарантия нашего выживания, как народа, как государства. Гарантия, которая работает. Да, можно назвать положительными те сигналы, которые мы слышим с переговорной площадки. Но эти сигналы не заглушают разрывы российских снарядов. Конечно, мы видим все риски. Конечно, мы не видим оснований для доверия словам, звучащим от тех или иных представителей государства, продолжающего воевать ради нашего уничтожения. За ради нашего уничтожения. Украинцы не наивные люди. Украинцы уже научились и за эти 34 дня вторжения, и за прошедшие 8 лет войны на Донбассе, что доверять можно только конкретному результату. Фактам, если они изменятся на нашей земле. Безусловно, Украина настроена на переговоры и продолжит переговорный процесс в той мере, в которой от нас зависит. Мы рассчитываем на результат. Должна быть реальная безопасность для нашего государства, для суверенитета, для наших людей. Российские войска должны покинуть оккупированные районы. Суверенитет и территориальная целостность Украины должны быть гарантированы. Никаких компромиссов по суверенитету и нашей территориальной целостности не может быть. И не будет. Говорил президент Украины Владимир Зеленский. Нет особых иллюзий по поводу последних шагов России в отношении украинского кризиса и в Вашингтоне. Там тоже пока не видят существенного сокращения российских войск в районе Киева, а также не склонны верить заявлениям Кремля, чьи слова не раз и не два расходились с делом. Об этом в интервью телеканала «Настоящее время» заявила заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд. По ее словам, даже в случае скорого заключения мирного договора между Россией и Украиной о быстром снятии наложенных на Россию санкций речь не идет. Вот фрагмент интервью Виктории Нуланд. Думаю, мы знаем не так много о том, что именно произошло в Стамбуле. Важно, что Украина, несмотря на абсолютно неприемлемые требования России, практически требования полной капитуляции в этой войне, Украина осталась за столом переговоров, продолжила попытки найти дипломатическое решение этого ужасного, жестокого конфликта. И мы их в этом очень поддерживаем. Россия решила переориентироваться и передислоцировать свои войска. Ясно, что это стало непосредственным результатом ожесточенного сопротивления, которое украинцы оказали под Киевом и в его пригородах, и в Чернигове. Однако мы знаем, что это просто перегруппировка российских сил. Они вернутся и в другие части Украины. Они продолжают обстреливать Мариуполь, Херсон, другие регионы страны. Дипломатические решения конфликтов обычно должны происходить после соглашения о перемирии, а не в разгар боев. Но русские абсолютно не желают идти на полное прекращение огня. Украинская сторона сказала, что готова обсуждать нейтралитет, готова обсуждать Крым, множество других вещей. Но пока что российская позиция была такой. Капитулируйте, а потом, может быть, поговорим. К сожалению, Россия пока не до конца поняла, насколько крепка украинская армия. Российская сторона несет невероятные потери. По нашим оценкам, убиты более 10 тысяч человек. Но пока не будет настоящего пельмирия, не будет серьезных переговоров. Посмотрим. Если эта война завершится с помощью переговоров, нужно удостовериться, что она никогда не повторится, учитывая историю Украины, учитывая российские действия в соседних странах, в том числе и в Грузии. Поэтому Украине понадобится иметь в своем арсенале помощь, вроде той, которой ей пришлось воспользоваться в этом конфликте, чтобы хотя бы удержать Россию от новых попыток. Нам вместе с союзниками и партнерами придется продолжать серьезно помогать Украине в сфере безопасности. Если мы придем к соглашению, для него понадобится международная поддержка. Но мы будем руководствоваться тем, что украинцы считают правильным, как они хотят защищать свой суверенитет и территориальную целостность в будущем. И мы готовы заниматься этим в долгосрочной перспективе. Пока эта война продолжается, мы вместе с союзниками и партнерами намерены усиливать давление на Путина и его правительство каждую неделю, ограничивая поступление денег, которые нужны им для военной машины. Это был фрагмент интервью, которое телеканалу «Настоящее время» дала заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд. Вчерашний вечер принес также сообщение о сильных взрывах на складах боеприпасов Белгородской области, регионе, где дислоцировались российские войска, участвовавшие в наступлении прежде всего на Харьков. С территории области также велись обстрелы Харькова. Мне вспоминается звучавшее в одном из наших выпусков «Горечь» в словах харьковчанки, рассказывавший, как до войны белгородцы регулярно приезжали в Харьков, чтобы отдохнуть или походить по магазинам. И трудно было даже вообразить, что Белгородчина превратится в плацдарм для нападения на Украину. Так вот, сообщения о взрывах сразу породили предположение о том, что склады подверглись удару с украинской территории. Тем более, что подобные обвинения в адрес украинских военных звучали и раньше. Но глава администрации Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что, скорее всего, на складах произошел пожар. Но это заявление Гладков сделал весьма своеобразно. Он сослался на непроверенную, подчеркну эту информацию. Давайте послушаем. По непроверенной информации произошел пожар на складе боеприпасов. Ситуация на сегодняшний день, на сегодняшний час находится под контролем. В случае изменения буду до вас информацию максимально оперативно доводить. Говорил глава администрации Белгородской области Вячеслав Гладков. Агрессия России против Украины привела, как известно, к отмене или бойкоту выступлений российских артистов, близких к Кремлю, не осудивших войну, а ранее поддержавших аннексию Крыма. Среди них такие известные всему миру музыканты и исполнители, как дирижер Валерий Гергиев, пианист Денис Мацуев, оперная певица Анна Нетребко. Глава думской фракции партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов раскритиковал на днях министра культуры Ольгу Любимову за то, что министерство, по его мнению, не защищает артистов в полной мере. За Любимова вступился премьер Михаил Мишустин, пообещавший не осудившим войну артистам государственную поддержку. Я не согласен категорически с оценками по министерству культуры и, в частности, с Ольгой Борисовной Любимовой. Мы не просто ведем работу над ситуацией, а в постоянном контакте находимся с деятелями культуры, которые по тем или иным мутациям подвергаются бойкотированию из-за своей твердой гражданской позиции. Поверьте, что с совместными усилиями ищем решение возникающих проблем, в частности, ищем равноценную замену контрактам с всемирно известными оркестрами, с ангажементом на ведущих площадках мировых, и мы это прекрасно понимаем. Вот такая, простите, цена, которую мы платим за свободу и независимость нашей Родины, за свободу принадлежать к великой русской культуре. Говорил премьер-министр России Михаил Мишустин, остается дождаться конкретных решений. Мне лично не терпится узнать, что заменит Гергиеву, Мацуеву или нетрепко выступления, скажем, в Венской опере, театре Ласкало или в Карнеге-Холле. Но, видимо, какие-то планы у правительства России есть, раз Михаил Мишустин о них говорит. Тем временем Владимир Путин исключил четырех членов научного совета при Совете безопасности России, не поддержавших вторжение российских войск на территорию Украины. Из Совета исключены директор Института Европы Российской Академии Наук Алексей Громыко, директор Центра Евроатлантической Безопасности МГИМО МИД России Александр Никитин, главный научный сотрудник Института США и Канады Академии Наук Александр Панов, а также научный руководитель того же Института Сергей Рогов. В первых числах марта все четверо исключенных из Совета ученых подписали заявление, в котором, цитата, выразили крайнюю озабоченность по поводу крупнейшего со времен Второй мировой войны кризиса на европейском континенте и призвали, еще одна цитата, прекратить огонь, наладить сотрудничество по гуманитарным вопросам, воздержаться от ядерной риторики, а также договориться о дополнительных мерах по предотвращению военных инцидентов между США и НАТО с одной стороны и Россией с другой. Конец цитаты. Вообще российским ученым, вузовским и даже школьным преподавателям сейчас нелегко. В начале так называемой спецоперации многие из них подписали письма протеста. Сейчас эти люди подвергаются давлению, с одной стороны в лице начальства и правоохранительных органов, с другой в лице собственной совести. Одни уходят с работы, другие мучительно думают, «Как продолжать работу и не поддерживать нынешний российский режим». Тему продолжает Мария Бершова. «Вчера я уволилась из Петербургского института истории, в котором проработала почти 40 лет. Уволилась, потому что не могу работать в государственном учреждении, когда мое государство ведет чудовищную войну и стирает с лица земли украинские города», — так написала на своей странице в Фейсбуке известный историк Ирина Левинская, до этого момента ведущий научный сотрудник Петербургского института истории. У меня вся жизнь связана с институтом. Но после того, как началась эта абсолютно чудовищная война, я поняла, что я просто больше не могу работать в государственном учреждении, получать зарплату. И я решила уйти. Это было очень тяжелое решение. Но в нынешней ситуации я не могу. Я не могу больше ассоциироваться с государством, получать от него деньги. Я буду по-прежнему работать, писать статьи, книжки. Это у меня никто отнять не может. Но зарплату государственного учреждения я получить не могу. Сегодняшние военные действия в Украине Ирина Левинская считают преступными и разрушительными. Их истоки во многом относят к личности Путина. Я — равестница Путина. Мы с ним учились в одном и том же университете. В один период, когда он баллотировался в президенты первый раз, у меня это вызвало абсолютный ужас. Когда началась перестройка, и во всех толстых журналах начали печатать те вещи, которые были запрещены, я вдруг поняла, что мне читать нечего. Абсолютно все я прочитала в университетские годы. И вот человек, который учился в Петербургском университете, где среди студентов распространялась эта литература, отправился вот в эту чудовищную преступную организацию КГБ. Вот это означало, что у него либо не было разума, скорее всего, не было совести. Все это было заложено. Решение Ирины Левинской уйти с работы было продиктовано еще и тем, что она постоянная участница антивоенных акций. При этом я все время думала о том, что могут начаться неприятности у моего института, если меня схватят на митинге. А сейчас я чувствую себя абсолютно свободно, у меня развязаны руки, я могу делать это совершенно не оглядываясь и не думая о тех проблемах, которые я могла бы создать для своих коллег и для руководства института. Как отнеслись к вашему решению ваши коллеги? С пониманием. Меня очень долго уговаривали, предлагали разные варианты. Мне предлагали, например, уйти в бессрочный отпуск без оплаты. Но я поняла, что в этом было бы какое-то дуличие. Ирина Левинская – участница неформального мирного форума, созданного в первые дни так называемой спецоперации. Участник этого форума и знаменитый режиссер Александр Сокуров, который, впрочем, не одобряет решение Ирины уйти из института. Я считаю, что это неправильно. Она научный работник, она должна делать свое дело и получать деньги не за политическую свою работу, а за исследование. У нас своя работа, у государства своя. Ее задача – создавать сейчас хронику событий, запоминать, смотреть, фиксировать. Потом это ляжет на какие-то столы, наверное, как исследование. Нет-нет, надо оставаться, надо работать. Я уверен в это. Люди вот такого уровня не должны порывать с профессиональной средой, лишать себя средних возможностей для профессиональной работы. Однако для многих сегодня работать в госучреждениях чрезвычайно трудно, как и учителю одной из петербургских школ Григорию. Но он все же решил остаться в стране и работать. Я на протяжении всей своей жизни что-то старался делать, чтобы не допустить эксцессов наподобие этого страшных. Возновение этого режима участвовал в самых юных своих пор в оппозиционном движении. И поэтому не чувствую себя в этот момент духовно связанным с той властью, которая есть. В самом начале так называемой спецоперации Григорий подписал одно из антивоенных обращений. Но сегодня он не хочет подставлять свою школу, поэтому просит не называть свою фамилию. В таком же положении оказались многие преподаватели вузов и школ, которые могут выражать несогласие с политикой руководства России только анонимно. Мария Бершова для Радио Свобода, Санкт-Петербург. Российские средства массовой информации распространили видеозапись, на которой беженка из Мариуполя, представившаяся как Любовь Устинова, рассказывает о зверствах, якобы творимых бойцами украинского батальона АЗОВ, утверждает, что драмтеатр в Мариуполе они взорвали изнутри, а роддом разбомбили. Устинова призывает мариупольцев эвакуироваться на российскую территорию. Вот фрагмент этого заявления. Расскажите, пожалуйста, поподробнее о ваших знакомых с АЗОВа. У меня есть два знакомых, один из них офицер. Они часто показывали, выставляли видео, как подрывали гранатой человека, который уже не мог сопротивляться, как издевались над детьми. АЗОВцы прям гордились тем, что они издеваются над людьми, что они убивают всех, даже обычных людей, которые ни в чем не виновны, которые прячутся от бомбежек и не знают, как выжить. Мне еле удалось пешком дойти до блокпоста, чтобы эвакуироваться в Россию. И здесь уже помогли, накормили, отвозят в города, в какой город захочешь, помогают всем, чем только можно. У нас и гуманитарной помощи не было никакой. Хотела бы передать, чтобы люди не боялись эвакуироваться, что в России их примут, накормят, никому зла здесь не желают. Здесь помогут. Здесь люди будут чувствовать себя в безопасности, без страха умереть. Мы не могли привыкнуть к тому, что мы не слышим взрывов. Мы едем в автобусе и не боимся, просто не боимся. Говорила беженка из Мариуполя, Любовь Устинова. Как пишет издание «Медиазона», видеозапись была распространена в российских СМИ Центром общественных связей Федеральной службы безопасности. Причем с обязательным условием, что источник не будет упомянут в публикации. Специалисты «Медиазоны» также изучили метаданные записи и выяснили, что в момент, когда Устинову голос за кадром попросил рассказать подробнее о том, что она видела, Устинова стала запинаться и улыбаться. Запись была остановлена на 6 минут. А потом она продолжила рассказывать про батальон Азов уже без запинок. Известно также, что сотрудники ФСБ забирали у Устиновой ее телефон, в котором обнаружили переписку с украинским военным. Подруга Устиновой рассказала медиазоне, что девушка во время так называемого фильтрационного допроса была напугана и не понимала, почему ее в чем-то могут подозревать. Сама Любовь Устинова на запрос медиазоны не ответила. А вот что рассказывают жители Мариуполя, которым удалось выехать из осажденного города во Львов. Эти свидетельства можно сравнивать со словами Любови Устиновой, а можно и не сравнивать, просто послушать жителей Донбасса, которых Кремль все еще хочет освободить. Российские войска устроили 15 блокпостов на выезде из Бердянска. Они стоят и дают моему ребенку печеньку, у которого они отняли все. У нас не осталось ничего, вот сумка с памперсами, они дали печенье. Сидели в подвале, около двух недель, наверное, еда была, мы готовили на костре, потом заканчивалась вода. У нас еще в подвале там остались дети месячного возраста, двойняшки. То есть там кошмар, там ад просто. Близкие остались в Мариуполе, поэтому связи с ними нет, живы они или погибли неизвестно. Еды нет, ничего. Люди там короб собачий ели, чтобы выжить. Там ад, там все разрушено, там все горит, там все бьют, там все стреляют, там все взрывается. Я не знаю, это я не знаю, что это такое. Брасывая тяжелая, ударная волна, бешеная. Люди готовят во дворах, они перебивают ноги. Люди, мы вышли во дворах, готовят и мужчине, и женщине с нашего подъезда. Женщине перебили ногу, а мужчине перебили и бедро. Больницы не работают, больницы взорвали, беременные. Роды принимали в подвалах, двойня родилась в подвале, смеси нет. Шок, шок, это вообще. Что грязь, антисанитария, воды нет, хлеба нет. Кормюшка, если люди там остались, помочь никакой. Значит, люди умрут с голоду и без воды. Вот, что ребенок, так пришлось бросить все и приехать. Российские танки, они заезжали, останавливались на этих, прям во двор заезжают, где население. Выходили люди, просили, что уедете, ну, знаешь, мы же пострадаем, а им все равно. Мы тут власть, мы тут все решим. Людей так не вывозили, поэтому хоронили прямо во дворах. Попали в соседский дом, три дома сразу сгорело, моментально погибли наши соседи, которых мы знали. Рядом дом загорелся, перешел на наш. Тогда мы уже бросили все и просто убежали, чтобы выжить. И вот как раз, когда мы хотели выходить, мы трижды пытались выйти, но были жесткие обстрелы, автоматная очередь. И набрали смелости, взяли ребенка, всей семьей пошли. Выезжали мы, и случайно мы встретили таких и людей, и которых взяли и нас из Мариуполя. Летели мы, конечно, ехали под самыми пулями. Перед нами эти и машины ехало, ну, 6-8 машин. Прямо все взрывалось, и мы ехали. Это был страх, прямо и кубло дыма, вот это все. И машины и не останавливались, потому что ехал и первый водитель, я не знаю, может, такой он был отважный. Он проезжал и колонной за ним, и мы вот это вот ехали. Начиная с центра города, левый берег, правый, Курчатова, там, Украина, оттуда очень мало шансовых. Там районы разбиты полностью. Люди вот созванивались, которые приехали после этого. Много подвалов позасыпало, там люди и по 200, и по 400 человек позасыпало подвалы. Кто успел, раскапывали людей, которые вот убивали их, ну, погибли. Прямо закапывали на клумбах, на тротуарах, ну, где вот есть земля, закапывали. Сами свои люди копали, чтобы люди не валялись на улице мертвых. Били Россия, да, постоянно била, потому что самолет только российский летал, и их там два или три самолета поднимались с этого, на Вазовска недалеко. То есть они как бы не прекращали. Один пролетел, две бомбы скинул, потом второй за ним. Из Бердянска есть, выезжают с ОБСЕ. Вчера буквально выехали девочки с детьми, но там нет обстрелов, поэтому ОБСЕ там есть. А там, где вот конкретно нужна их помощь, их там нет. Вроде бы как, Ренат Ахметов там выделял какую-то помощь, чтобы зашла гуманитарная помощь. Машины расстреливали, они не доезжали. Все, что было, туда направлено, они все расстреляны были, не доезжали. И из Бердянска колонны, которые автобусы шли, тоже говорят, первая колонна была тоже расстреляна, были ранены там. Говорили жители осажденного украинского города Мариуполь, которым удалось выехать из него, и сейчас они находятся во Львове. Это был информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Широградский, продюсер выпуска Михаил Касторов. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода» и на основных интернет-платформах подкастов. Обязательно подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы». Там размещаются очередные выпуски, там же можно и подискутировать на некоторые темы. Ну а у меня на сегодня все. До свидания.